9 учебных заведений, более 50 участников. Каждое учебное заведение представляют спортсмены в различных направлениях спорта. Здесь и бег, и преодоление препятствий, тоннель, перенос пострадавшего и боеприпасов. Для мальчиков это проверка, готов ли к армии. На Спартакеаде есть чем блеснуть и девчонкам. Для девочек это не менее интересно. У нас при первом нашем виде военизированном кроссе девочки бежали быстрее, чем мальчики. То есть при полной экипировке была каска, автомат. Бесспорно, Анапу можно назвать городом спортивным и городом молодых. Множество мероприятий, где можно проявить себя, свои таланты. К тому же спорт – это хорошая закалка. Они учат спорту, жизни, то, что не нужно стоять на месте, ну и подготавливают к военной службе. Лично для меня это что-то прям такое патриотическое. Мне очень нравится само участвовать. Именно в таких соревнованиях они вызывают бурю эмоций. Я считаю, что каждый должен участвовать, так как, во-первых, мы живем в России, и каждый должен гордиться своей страной. И это как бы доказательство того, что мы любим ее. Позади уже три этапа Спартакеады. Все баллы суммируются и летом объявят победителей.